Да. Именно Штима, а как вы считаете, может ли это быть в отношении болезни Шумана, о которой писали, вот эти внутренние галлюцинации, что он что-то слышал? Это не имеет никакого значения. Вы как считаете? Да никак. Это говорил мой педагог. Ну, я знаю этих музыкатов, которые обожают вспоминать о болезни Шумана. Ну, все же. Да, никакого отношения к творчеству это не имеет. Абсолютно. Это имеет отношение к тому, что говорил Пастернану. Безумие без безумного. Это сделал гений. А там все эти психологические вещи не имеют вообще, не имеют нулевое значение. Просто нулевое. Тем более, что мы как видим, сейчас начнем. Тем более, что мы видим это сопоставимо с другими вещами. У тех людей, которых мы никак не можем подозревать. Это такого рода болезнь. То есть, это нечто общее для этого типа языка музыкального. В этом смысле он никак. А говорить, ну, можно сказать, конечно, можно говорить, что он, что здесь он находится в этом на грани. Но это вот та самая грань, которая отличает великое искусство от искусства шизофреников. Да? Безумие без безумного. Музыканты, которые поступают в оркестр, в смысле, вот дирижирование, они обучаются? Вы видите, которые играют в оркестре? Которые играют в оркестре. Они обучаются в процессе. В процессе, да? Да, и это, надо сказать, довольно болезненный процесс. Прежде чем начинаешь понимать, во-первых, универсальный язык дирижирования, а потом еще ручки каждого, кто еще встал за инструменты, еще машет. Да, еще как он машет. Это целая огромная проблема. Но поскольку это огромная уже традиция, и обычно она вообще вырабатывается, конечно, даже с студенческим оркестром, даже с плохим дирижером, в результате начинает пересматриваться к рукам. Но если речь идет о профессиональных оркестрах, которые уже видели много чего, да, и вот так далее, они, конечно, понимают. И они много, вообще, надо сказать, что оркестровые музыканты, это люди очень изощренные. Хотя мы часто, ну, оркестранты говорим, а на самом деле, да, а они на самом деле там знают такое, что многие выдающиеся музыканты не до конца осознают, а они осознают, опять же, к вопросу о примесле экстаза. А уж если говорить о великих оркестрах, о великих, они там всем владеют. Там сидят музыканты мирового уровня и одновременно умеющие реагировать на каждое микродвижение, да, на каждое микродвижение. Это свой язык, это свой язык. Я вам сейчас показал малюсенький кусочек, малюсенький кусочек этого языка. Уже там, на самом деле, такая изощренная штука внутри. Репетиция оркестров, вот Феллинию. Ну там, Феллини-то специально сделал, что там непрофессиональный оркестр играет. Нет, это понятно. И дирижер непрофессиональный. То есть там чистая метафора. Там ни дирижер не умеет махать, ни оркестранки не умеют, так сказать, играть. Так что... Ну, он коснулся, в смысле, коснулся. Ну и вот социальные проблемы волновали больше, чем музыкальные, да. Да, там социальные. Ну да, там социальные. Ну да, там социальные.